Добрый день! На Ямале идет массовая вакцинация от коронавируса. В первую очередь иммунизацию проходят те, кто в группе риска. В общей сложности в округе работает 70 прививочных пунктов не только в медицинских учреждениях, но и в удобных для людей местах. Об этом и многих других темах поговорим через минуту в эфире программа, подводя итоги. Мы приняли решение с этого года, уже стартовала кампания, у нас уже свыше 50 заявлений поступили о переселении в все регионы нашей страны. Взамен ветхого жилья, социальная выплата для приобретения квадратных метров в других регионах страны. На Ямале действует новая окружная программа для жителей аварийного фонда. Мы с вами уже пятый месяц общаемся, общаемся каждый день посредством социальных сетей. Сегодня мы в прямом эфире. Очередная встреча главы города с новоуренгойцами состоялась в прямом эфире в Инстаграм. За время трансляции Андрею Воронову поступило более 370 вопросов. Никто из водителей не реагирует. Они летят на повышенной скорости. Дети боятся ходить в школу. В одном из дворов нового Уренгоя образовалось сквозное движение, что грозит водителям за несоблюдение правил. Новый Уренгоя приехал, так как это самый развитый город на крайнем севере. Врачи нужны Ямалу. Региональная программа позволяет привлечь в округ молодых специалистов. Интересная концепция. И, конечно, в итоге, я думаю, здесь будет все здорово, интересно, активно и приятно общаться с молодежью. Ну, такая уникальная платформа появится у нас в городе вообще. У новоуренгойских патриотических объединений появится свой центр. Сейчас в здании идут отделочные работы. Продолжается прием документов по новой окружной жилищной программе по переселению в другие регионы. Мера поддержки адресована жителям аварийного фонда. Социальные выплаты ямальцы могут направить на приобретение жилья во всех регионах России. В нынешнем году переехать смогут более 150 семей. Новая программа – дополнительный инструмент для выполнения задачи, поставленный губернатором Дмитрием Артюховым в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» расселить на Ямале 1 миллион квадратных метров аварийного жилья до 2025 года. Ключевое условие – обязательство сдать имеющуюся квартиру органам местного самоуправления. Получили много запросов от жителей о том, что кроме Тюменской области, традиционно, в которой мы переселяем, северян, есть большой запрос на другие регионы страны. Поэтому мы приняли решение с этого года, уже стартовала кампания, у нас уже свыше 50 заявлений поступили, о переселении в все регионы нашей страны. Программа начинает свое действие, поэтому все, кто проживает в аварийном фонде и имеет необходимый стаж, могут обратиться в органы жилищной политики, проконсультироваться и получить эту меру жилищной поддержки. В настоящее время идет прием документов на 2021 и 2022 годы. Заявочная кампания на текущий год продлится до 1 апреля, на следующий – до 30 июня. При этом программа сотрудничества по переселению в Тюменскую область сохраняется и будет действовать параллельно. В прошлом году по ней переехали более тысячи семей. Отдельная очередь в программе выделена для жителей аварийного фонда. Очередная встреча главы города Андрея Воронова с новоуренгойцами состоялась в прошедший понедельник в прямом эфире в Инстаграм. Такой формат общения с муниципальной властью доказывает свою эффективность и востребованность. Об этом свидетельствуют сотни вопросов, поступающих от горожан. Только за время трансляции Андрею Воронову их было адресовано более 370. Новоуренгойцев волнуют самые разнообразные темы. Благоустройство придомовых территорий, городских улиц и зон отдыха, освещение, бездомные животные, вопросы здравоохранения и многие другие. В режиме нон-стоп в течение часа Андрей Воронов постарался охватить как можно большее их количество. Некоторые темы были взяты под личный контроль главы. Часть направлены для работы в профильные ведомства. Один из вопросов касался благоустройства парковой зоны в микрорайоне «Дружба». В первую очередь мы хотим полностью реконструировать, как я и говорил ранее, фонтан. Не просто его отремонтировать, чем безуспешно мы занимались несколько лет, а полностью его обновить, включая изготовление дополнительных элементов, в том числе и водных. Также планируем в этом году уложиться в выделенные средства. Это сделать основные аллеи, то есть убрать эти дорожные плиты и поставить современное освещение. А остальные мероприятия, это новые зоны, как игровые, так и для отдыха, новые дорожки, новые игровые комплексы. Сейчас мы рисуем. Мы рисуем уже в ближайшее время. Надеюсь, Евгений Валерьевич, наш главный архитектор, выйдет на обсуждение с вами, где вы укажете нам на какие-то недоработки. Мы это примем в работу. Надеюсь, что отпроектируемся мы быстро. И какую-то часть, в том числе и с этого проекта, попробуем успеть в летний период 2021 года. Но полностью парк «Дружба» мы планируем завершить в 2022 году. Нарушение правил дорожного движения или вынужденная мера. Один из дворов нового Уренгоя напоминает оживленную магистраль. Из-за строительства новой развязки улица Железнодорожная оказалась перекрытой. И транспорт, который ранее ездил по этой дороге, направился через ближайшие дворы. Жители крайне обеспокоены таким соседством. О сложившейся ситуации люди написали в инстаграм главе города во время прямого эфира. Градоначальник дал поручение своему заместителю вместе с представителями ГИБДД навести порядок в этом вопросе. Подробности в нашем следующем сюжете. Мы сейчас находимся на Железнодорожной улице, которая примерно вот в этом месте пересекает западную магистраль. Но сейчас этот участок дороги перекрыт из-за строительства новой развязки. Именно поэтому основной поток машин, который ранее здесь проезжал, направился во дворы. Об этой истории наша редакция узнала несколько дней назад. Рабочий аккаунт инстаграма был переполнен видео, которые снимали жильцы домов. Они возмущались, что их некогда спокойный и тихий двор, объединивший дома 2 и 3 в микрорайоне строителей, превратился в оживленную дорожную магистраль. Машины едут отовсюду. При этом даже по видео заметно, что скоростной режим явно нарушается. Что вытворяет? Дворы все перекрывали, дороги перекрыты. По детской площадке, на Уралах, на всем ездят. В этот двор наша съемочная группа отправилась в вечерний час пик. Машины действительно движутся в жилой зоне непрерывным потоком. Иногда даже образуя заторы, жильцы домов крайне возмущены. Неудобства начались с момента строительства транспортной развязки. Но если шум от стройки люди терпеть готовы, понимая важность возводимого объекта, то мириться с местными шумахерами, гоняющими по двору, где гуляют дети, они не намерены. Теперь у нас бесконечно здесь машины ездят, причем со скоростью явно не соблюдают они. Здесь и школа, и детский сад, и по всему микрорайону происходит вот это движение. Вот, пожалуйста, посмотрите, они разъехаться даже не могут, потому что все, час пик, и тут пробка постоянная. Больше всего жильцы домов переживают, конечно, за собственных детей, ведь рядом средняя школа номер 15. Никто из водителей не реагирует, они лесят на повышенной скорости, дети боятся ходить в школу. То есть уже взрослые дети боятся. А были аксировки, маленькие дети же не ходили в школу. А сейчас первоклассники пойдут. То есть мы опасаемся за жизнь наших детей. Вопрос этот прозвучал и в рамках прямого эфира, который проводил глава города на своей странице в Инстаграм. Градоначальник сообщил, по этой теме вопросов поступило очень много. Андрей Воронов отметил, что над решением проблемы уже начали работать. В пятницу поручил своему первому заместителю навести порядок, упорядочить это движение совместно с сотрудниками ГИБДД, дать решение в скорейшее время и создать, будем говорить, безопасную зону. Безусловно, проезды там сейчас необходимы временные, но они не должны нарушать спокойствие и безопасность граждан. Что это будет? Это будут знаки, это будут патрули, это будут какие-то заградительные устройства в виде фундаментных плит или что-то еще. В ГИБДД также прокомментировали ситуацию. Правила дорожного движения гласят, в жилой зоне запрещено сквозное движение механических транспортных средств. Данные действия водителей подпадают под статью Кодекса об административных правонарушениях 12.28, часть 1. То есть нарушение установленных правил для движения транспортных средств в жилых зонах, что влечет наложение административного штрафа в размере полутора тысяч рублей. Мы советуем водителям все-таки выезжать раньше и пользоваться улицей центральной магистралью для проезда, допустим, северной на южную часть города. Вопрос сейчас на контроле у городских властей. И задача номер один – уйти от этой проблемы в ближайшее время до ввода в эксплуатацию новой развязки. Юлия Шаркова, Николай Александров, служба новостей «Импульс». Сотрудники отдела муниципальной инспекции продолжают борьбу с нарушителями правил парковки. Они осмотрели несколько детских площадок, которые облюбовали автовладельцы. Игровые зоны они практически превратили в стоянки для личного транспорта. Только в прошлом году специалисты выписали таким водителям штрафы на общую сумму 287 тысяч рублей. Но пока еще не все могут похвастать идеальным правосознанием. Рейд, который состоялся на этой неделе, тому подтверждение. Павел Прожогин с подробностями. Полностью территория, получается, у нас. Вот она идет в водосюрную, это же территория для детских площадок. И четко видно даже, видите, покрытие. Потому что она очистится. Это детская площадка в районе дома 67 на Сибирской. Судя по размеру игровых элементов, рассчитана на малышей. Но рядом с качелями и каруселями соседствуют совсем не детские игрушки. Автопром представлен в широком ассортименте марок, моделей и стран-производителей. Хотя статья регионального закона четко гласит, машинам не место на территории, которая официально принадлежит детям. Где запрещается ставить автотранспорт на детские площадки, а также на зоны благоустройства. На сегодняшний момент мы сфотографируем, направим запросы в ГИБДД. И дальше будем вызывать уже автовладельцев для составления депутативного протокола. Еще одна детская площадка во дворе дома. Тут места больше и есть где разгуляться. Пока она не сильно востребована, автолюбители используют ее для своих нужд. И тем самым совершают административное правонарушение. Так примерно визуально определить можно, что находится на детской площадке. И таких фактов немало. Хотя парковка на газоне детской или спортивной площадке – удовольствие не дешевое. Штраф за нарушение для физических лиц от 2 до 3 тысяч рублей. А если оно повторится в течение года, финансовое наказание увеличится до 5 тысяч. Для юридических лиц сумма может превысить 300 тысяч рублей. В этом году привлечено уже, составлено протокол на 6 водителей, которые припарковали дак. Ну и работа продолжается. Допустим, к примеру, в 2020 году выявлено 132 таких нарушения. И наложено штрафов на общую сумму 287 тысяч. Пакты, зафиксированные на Сибирске, сотрудники отдела муниципальной инспекции уже взяли в работу. Теперь напоминание о том, где нельзя парковать автомобили, специалисты выдадут нарушителям уже в виде протоколов. Павел Прожогин, Антон Борестянский, служба новостей, «Импульс». В ходе визита в Новый Уренгой первый зампред законодательного собрания Ямала, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», побывал на строительной площадке многоуровневой развязки. Напомню, крупный инфраструктурный проект реализуют по поручению губернатора округа. Он позволит разгрузить существующие магистрали, а также будет востребован в рамках северного широтного хода. Алексей Ситников вместе с главой города Андреем Вороновым задали интересующие вопросы подрядчика. Речь шла не только о производственных моментах. Также участники выездного совещания обсудили схему дорожного движения в этом районе. Подробнее об этом в нашем сюжете. По материалам все подходит. Материалы все здесь 100%. Осталось, то есть у нас мокировать 1850 тонн. Транспортная развязка – объект большой во всех смыслах. Вес только металлоконструкций – 3600 тонн. Пролеты соединят основной виадук с въездами. Часть из них – эстакады. Со стороны улицы Западная Магистраль выполняются работы пролет 6-7. Мы сейчас видим на данном этапе. И будет перекрываться улица Железнодорожная. Это пролет у нас 6-5. Планы строителей немного сдвинулись из-за сильных морозов. Но к 7 марта специалисты компании «Мостострой-11» закончат часть работ на пролетных строениях. И тогда автомобили вновь поедут по Железнодорожной. Пока же водители лавируют во дворах микрорайона строителей. Большие неудобства, на самом деле. Очень много обращений. Вот и Виктор Николаевич там мечется. Патрули там толку не приносят. Постараемся пораньше. Соответственно, если сможем мы раньше пройти, раньше перекроем. Просьба усилиться в этом направлении. Это жизненно важно. Работа на объекте идет круглосуточно по всем направлениям. Более 200 специалистов монтируют металлоконструкции, бетонируют опоры. Для переустройства теплотрассы необходимо переселить старожилов района, обитателей Голубятни. Сейчас нужно вместе с собственником подобрать для пернатых новое место. В планах мостостроителей завершить монтаж металлоконструкции к середине апреля. И тогда на объект уже смогут выйти дорожники. А осенью подрядчик должен завершить масштабную стройку. В смелых планах опередить заявленные сроки. Это поможет разгрузить городские улицы. Сегодня транспорту на некоторых участках тесновато. Но благодаря оперативным решениям удается избежать узких мест в схеме движения. Яркий пример – центральная магистраль. Помимо функционала важно продумать эстетическую составляющую новой развязки. Цветовые решения конструкции нужно дополнить подсветкой. Кроме того, торец ближайшего дома может украсить мурал. Один из вариантов его сюжета – труд мостостроителей. Павел Прожогин, Николай Александров, Служба новостей, «Импульс». Коронавирус отступает и можно перераспределить точки приложения усилий. Работу волонтерских объединений обсудили секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Ситников и главный врач Новоуренгойской центральной городской больницы Кирилл Трапезников. Северяне сплотились вокруг общей беды. К добровольческой помощи подключились депутаты всех уровней и просто неравнодушные ямальцы. Сейчас нагрузка на волонтеров уменьшилась, но в случае необходимости общественники всегда готовы прийти на помощь. В партии всегда есть дежурные, как раньше работали, надо руки, надо транспорт, дайте сигнал, у нас люди готовы. Ну и в принципе хочу дальше переговорить, если чем-то можем быть полезным с точки зрения нашего партийного хозяйственного актива для поддержки врачей, для поддержки больницы, чем-то помочь пациентам, подготовке, какие-то субботники. Все вопросы, которые касаются нас как общественной организации, но и в дальнейшем, если ко мне как к депутату есть вопросы, тоже обсудим. Добровольцы оказали Новоуренгойскому здравоохранению неоценимую помощь. Благодаря волонтерам удалось в пиковых ситуациях усилить работу колл-центра. Да и в целом они сняли с медиков непрофильные функции, например, по доставке продуктов и лекарств с северянам. Напомню, на Ямале волонтеры различных объединений развезли по адресам тысячи наборов. Развозили по домам, не хватало рук и ног, и волонтеры нас в этом плане в то раз после. Это ведь не очень профильная вещь развозить наборы. Это не нужно высшее медицинское образование и даже среднее медицинское образование. Ребята получали оперативную информацию, на какой адрес, куда, какой набор нужно привезти. Мы развозили, мы оперативно реагируем на то, что где эти склады сделать. С Натальей Александрович, которая плотно работает достаточно. На Ямале идет массовая вакцинация от коронавируса. Сегодня в первую очередь иммунизацию проходят те, кто в группе риска. Это люди пожилого возраста с хроническими заболеваниями, которые первыми записались в очередь на процедуру. Вакцинируют в пяти пунктах города. В двух городских поликлиниках и поликлинике ПНД. Во дворце культуры «Октябрь» и в «Звездном». Прививают в два этапа. Желающие получают первый компонент через 21 день второй. Продолжение темы у Алены Ядни. В анкете также заполняете фамилиями, отчества, печатными буквами. Все полностью, все графы, вплоть до места работы. Хорошо? Будут вопросы подходить? Вот вам ручку, присаживайтесь, старайтесь. Хорошо. Вот там посвободнее, можно там присесть. В прививочные пункты идут горожане, желающие получить защиту от коронавирусной инфекции. Сейчас новоуренгойцам доступен препарат «Гам-Ковид-Вак». Очередную партию доставили в город в эти выходные и сразу же пригласили тех, кто записался на вакцинацию. Прежде чем поставить первый компонент, пациенты заполняют добровольное согласие и проходят осмотр у специалистов. «Мы готовимся к проведению прививки против COVID-19. Заполняем бланки, которые нам сказали заполнить. Нам просто предложили, мы не отказались. Считают, что нужно». В первую очередь иммунизацию проходят люди из группы риска. Сюда относятся и пожилые с хроническими заболеваниями. Румя и Ипот Юсуповы старше 80 лет. Всю жизнь идут рука об руку. И на вакцинацию тоже пришли вместе. На осмотре им проверяют температуру тела, давление и пульс. Оценив общее состояние пациентов, врачи решают, ставить прививку можно. «Нормально. Очень даже нормально. Так что бояться, я думаю, никому не надо. Пусть смело все идут и делают». «Рады здоровья, что делаешь?» В семье Юсуповых очень ждут дня, когда у них выработается иммунитет, чтобы, как в старые добрые времена, собраться всей семьёй за одним столом, не боясь инфицировать друг друга. Сейчас они получают первый компонент вакцины. Через 21 день – второй. «Март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь». «Десять месяцев дома сидели?» «Да, десять месяцев. С коридора даже не уходили. Не только на улице». «Дверь не открывали никому». «Никому дверь не уходили, не заходили». «Все продукты через окошко?» «Строго соблюдали. Там, чтобы Путин выступил, он сказал. «Чтобы дальше не было, поэтому я решил теперь, хватит. Или жить хорошо, здорово, или умереть». «Но умереть не дадут это лекарство. Уже опыт показывают. Везде». Сама процедура занимает несколько минут, но привитые не уходят домой ещё в течение получаса. Врачи за ними наблюдают. Главное – убедиться в хорошем самочувствии пациентов и в случае поствакционных осложнений сразу же оказать неотложную помощь. «Плечо, плечо, любое. Какое вам удобно?» Мария Ильюшенко – медработник. Она тоже в группе риска, но только не по возрасту, а по роду деятельности. Всем вакцинируемым советуют внимательно слушать врача и соблюдать рекомендации. «Оберечься себя, не мочить место окольчика, не купать, не гулять, не примерзать на улице. Соблюдать гигиену, конечно же. Всё, беречься». В планах сформировать коллективный иммунитет к осени, начало эпидемического сезона. В эти выходные в Новую Оренгой доставили 1810 доз препарата. Прививают желающих на базе двух поликлиник ПНД, Дворца спорта «Звёздный» и Дворца культуры «Октябрь». «Данный компонент, первый компонент и второй компонент, он к нам доставляется в пробирках, в которых имеется пять доз. Мы формируем пятёрки так называемых пациентов и по пять человек проводим вакцинацию. Я не хочу, чтобы хотя бы одна доза, которая должна была бы дойти до гражданина, она бы просто у нас испортилась. Вакцина термолобильна, размораживается непосредственно перед проведением вакцинации. Хранение её после разморозки два часа и замораживать эту вакцину я не имею права. Соответственно, пять человек они должны получить первый компонент. И точно так же пять человек должны будет получить и второй компонент. Желающие прививаться от коронавирусной инфекции записываются на портале госуслуг или через холл-центр городской больницы. Их вносят в список ожидания и к каждому назначают время и место. После того, как пациент проходит все этапы иммунизации, его вносят в федеральный реестр и выдают электронный прививочный сертификат. Алена Ядня, Николай Александров, служба новостей «Импульс». В общей сложности в округе работает 70 прививочных пунктов не только в медицинских учреждениях, но и в удобных для людей местах. Один из таких пунктов, расположенный в культурно-деловом центре Салихарда, посетил губернатор Дмитрий Артюхов. Глава региона оценил, как организована вакцинация. В помещении установлена навигация, оборудованы кабинеты для медицинского осмотра и для самой процедуры, есть зоны отдыха. Глава региона также пообщался с теми, кто пришел на прививку. Как вам все устроено? Очень хорошо. Удобно, просторно? Да, очень просторно, удобно, быстренько, без задержек. Слава Богу. Давайте, не болейте самое главное. Нацпроект «Здравоохранение в действии». В 2020 году в лечебные учреждения округа приняты 42 специалиста по программе «Врачи, нужные Ямалу». Это педиатры, хирурги, психиатры, стоматологи и другие. Правительство округа помогает молодым докторам стать на ноги. Помимо финансовой помощи, медикам оказывают поддержку и в жилищном вопросе. У одного из врачей, недавно прибывших в Новый Уренгой, в гостях побывала наша съемочная группа. Пока что квартира выглядит необжитой. Тепло дома ощущается только благодаря кошке Арии. Вместе с ней Алексей Легкодимов, молодой врач, переехал в новостройку всего несколько дней назад. Отучившись в Тюменском медицинском университете, твердо решил – его будущее – север. Впрочем, до института молодой человек жил не намного южнее, в соседнем регионе – Югре. Новый Уренгой напоминает ему о детстве и юности в родной Нягоне. Такое ощущение, что я не уезжал. Как дома себя чувствую. Морозы не пугают, все нравится. Мне кажется, государство всю поддержку оказало, когда приехал. Дали очень хорошие подъемные, дали квартиру. Все необходимое на первое время есть. Первую выплату от государства Алексей планирует потратить на обустройство квартиры. Уже заказал мебель и кухню. Через месяц голые стены обретут домашний уют. В рамках нацпроекта здравоохранения врачи, нужные Ямалу, получают при переезде в наш регион 500 тысяч рублей при трудоустройстве и столько же спустя два года. А специализацию молодой доктор выбрал интересную, но сложную – психиатрия. Причем работать решил с детьми. Помогает не только им, но и их родителям. Лечит сразу две души. Именно это и ценит в своей профессии Алексей. Тепло очень чувство. Ты радуешься, что ты смог помочь человеку, что в будущем он будет развиваться. Мне кажется, самое главное – это терпение и сдержанность. То есть наши пациенты лечатся не очень быстро. В связи с этим главное терпеть, ждать, идти по своему лечению и потом смотреть на результаты, как дети выздоравливают. На север молодой врач приехал не один. С другом по университету Романом Кузнецовым когда-то делили одну парту. Теперь стали коллегами. И если Алексей к морозам привык с детства, к коренному тюменцу такая погода стала в новинку. Но внезапно пришлась по душе. Больше всего я удивился, когда неиронично произнес фразу «потепление до минус 38». Но не более того. Погода я более чем доволен. Так уж вышло, что я больше люблю холод и темноту у меня, глаза проще адаптируются. Поэтому это, наверное, первое место, где за последние 9 лет ни разу зимой не надевал солнечные очки. В Новоуренгой приехал, так как это самый развитый город на Крайнем Севере. Я вам больше скажу, все поликлиническое отделение новоуренгойского психоневрологического диспансера – это мои коллеги из Тюмени. В 2021 году по программе «Врачи, нужные Ямалу» планируется пригласить в наш округ еще 39 талантливых специалистов. Полярные надбавки в размере максимальных 80%, выплаты в 1 миллион рублей и помощь с жильем – те факторы, которые привлекают молодых докторов. Такая весомая поддержка помогает решить проблему с кадровым дефицитом в регионе. Полина Шорохова, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс». С понедельника медики приступили к профилактическому осмотру школьников в удаленных районах города. По плану, учащиеся должны проходить медосмотр дважды в год. Однако в прошлом году из-за пандемии коронавируса выезды врачей не всегда удавалось проводить по графику. Сейчас в течение трех дней узкие специалисты и педиатр побывали в детских садах и Карачаевской школе, а также в Лимбияхе. Такие осмотры помогают вовремя выявить болезни и приступить к их лечению. Бригада врачей из Нового Уренгоя прибыла в район Карачаева. В ее составе эндокринолог, травматолог-ортопед, хирург-уролог, невролог и педиатр. Помогают им местные врачи, стоматолог, лор и офтальмолог. Медобследования проходят все без исключения первоклассники и подростки от 14 до 17 лет. В первую очередь их проверяют на зоркость, а после обследуют горло, нос и проверяют слух. Такие медобследования проходят два раза в год, весной и осенью, но в прошлом году из-за пандемии коронавируса детей обследовали только весной. Поэтому в 2021-м осмотр начали раньше обычного. После того, как школьников осмотрели все специалисты, они отправляются к педиатру. Он делает заключение и при необходимости направляет ребенка вместе с родителями в больницу. Это позволяет начать лечение своевременно, а значит, дает шанс на полное выздоровление. Врачи отмечают, еще год назад на первое место выходили заболевания полости рта, например, кариес. Но сейчас ситуация изменилась. Всему виной малоподвижный образ жизни и неправильный режим дня. Первое место у нас сейчас идет офтальмология заболевания глаз и, к сожалению, ожирение. У нас очень много детей стало набирать вес. Поэтому призываю всех родителей и тех детей, которые сидят дома, надо увеличивать физическую нагрузку, чтобы наши дети не страдали из-за пандемии в будущем, из дистанционного обучения. Поэтому нужно как-то корректировать и образ жизни, и питание. Режим дня обязательный. Медобследование в удаленных районах проходит в течение трех дней. Врачи также осмотрят малышей из карачаевских детских садов и отправятся в Лимбияху. Медосмотры должны пройти порядка 1800 детей. Мария Федорчук, Богдан Жителев, служба новостей «Импульс». Они – те, кто приезжают по первому зову. Они – те, кто спасает жизни. 4 февраля исполнилось 40 лет со дня основания Новоуренгойской станции скорой помощи. В 1981 году неотложка начинала свою работу с двух бригад. Сейчас их 12. Сегодня в штате 167 человек – врачи, водители, средний медицинский персонал. В преддверии юбилея с сотрудниками пообщалась наша съемочная группа. История Новоуренгойской скорой помощи начиналась с небольшого отделения при медико-санитарной части города. 4 февраля 1981 года она стала самостоятельным учреждением. Здесь работали всего две бригады. В 1986 их стало уже шесть. Сейчас эта цифра выросла вдвое. Только за прошлый год сотрудники неотложки выезжали на вызовы больше 35 тысяч раз. Да, было тяжело. Было тяжело, потому что мы сами не знали, что и как. Это было впервые. Иногда приходилось бригадам работать по одному. Потому что второго человека просто было взять негде. Он либо на изоляции, либо больной. Сегодня мы более готовы. Или как говорят ревнии философы, то, что нас не убивает, то делает сильнее. В среднем за сутки сотрудники оперативного отдела принимают около ста звонков. Всего в штате 13 диспетчеров. Каждую смену работают по два человека. Времени на отдых почти не бывает. Второй подъезд, восьмой этаж. Мужчине боль в груди, 56 лет. Домофон работает. Коронавируса нет у него. Номер вызова 241. Время 15.27. Приняли? Все обслуживайте. Ольга – один из самых преданных сотрудников Новоуренгойской скорой помощи. Она здесь 36 лет. С августа 1985 года. Начинала фельдшером. Последние несколько лет принимает вызовы. Нравится мне такая работа. Я ушла с «Газпрома» сюда, потому что и так и работаю. Больше даже не было мысли никуда уходить. 30 лет почти я выезжала по вызовам. Сейчас сижу, принимаю вызова. Знаю адреса, знаю специфику. Машины скорой обязательно обновляются раз в пять лет. Ведь это не просто авто. Медицинский спецназ. Аппараты ЭКГ, пульсоксиметры, глюкометры. У каждой бригады есть все необходимое, чтобы быстро определить состояние пациента. Иногда счет идет на минуты. Неотложка – это реанимация на колесах. Это непосредственно то, что помогает нам. Вот, допустим, если остановка сердца по фибрилляции, там, по радиограмме, мы используем дефибриллятор. Много раз вот именно вот этот дефибриллятор спасал жизнь? Ну, я думаю, неоднократно. Мы все люди, конечно. Конечно, да, где-то все равно переживания присутствуют. Но в момент работы, естественно, ни о каких переживаниях речь не может идти. И ты выполняешь свою работу, ты должен быть собран. Ты должен знать конкретно, что ты должен делать, потому что временной эмоции нет. Работают медики по 12 часов в день и в ночь. Затем два выходных. В пандемию нагрузка бывало и больше. Физически и эмоционально работа тяжелая. Но врачи не ропщут. Здесь нет случайных людей. Для каждого из них это призвание. Один раз только стоит съездить на вызов. И если это твое, все это на всю жизнь. Я считаю, это на всю жизнь. Те, кто работают здесь, это призвание, я считаю. Сейчас в Новоуренгойской станции скорой помощи трудятся 14 врачей, 44 водителя, 80 человек среднего медицинского персонала, административные сотрудники. Для них это не просто работа, второй дом. 40 лет они спасают жизни. За что им огромное спасибо. Полина Шорохова, Антон Берехтянский, служба новостей, «Импульс». Отделение поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт» открылось в Пуровском районе в поселке Ханымей. С первого дня в него вступили 17 добровольцев. Создание нового отряда позволит приступить к началу необходимых действий как можно быстрее. Ведь во время поиска людей счет идет на минуты. Только в прошлом году ямальским отрядом «Лиза-Алерт» было проведено более 150 поисковых операций. Их количество с каждым годом растет. Увеличивается и количество волонтеров. Для развития добровольческой деятельности в рамках проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» сегодня созданы все условия. Ямал присоединился к «Лиза-Алерт» 6 лет назад. На данный момент в отряде почти 400 добровольцев. За время своей работы они нашли живыми 373 человека. Губернатор Ямала встретился с руководством Санкт-Петербургского горного университета. В ходе рабочей поездки Дмитрий Артюхов обсудил подготовку важных для округа специалистов. Одни из главных работодателей для выпускников вуза – топливно-энергетические компании, работающие на территории региона. На данный момент каждый пятый иногородний студент университета с Ямала. Глава региона осмотрел учебно-научный центр цифровых технологий. И посетил классы, созданные при поддержке ключевых предприятий, ведущих производственную деятельность в регионе. Институт современный ставит перед собой самые актуальные задачи, которые сегодня нужны для науки и образования. И радует, что многие направления востребованы для ямальской молодежи. Горное отдело включает и нефтегазовое отдело. Здесь у нас 200 ребятишек, все мало учатся и, уверен, получат хорошую специальность. Питер традиционно популярный город для высшего образования ямальцев. Поэтому отношения с ведущими вузами Санкт-Петербурга, выстраивание совместных программ, чтобы могла начинаться ранняя специализация у детей, еще в старших классах. Это наше важное направление, которым мы должны заниматься. Также в Горном университете активно развиваются исследования Арктики. Это и современные строительные технологии, это вопросы, связанные с мерзлотой, то, что требует серьезного мониторинга и применения современных технологий. В средней школе номер 3 состоялся турнир юных физиков. В нем приняли участие две смешанные команды – ученики 9-11 классов средних школ номер 3 и номер 17. Юные последователи Эйнштейна подготовили проекты и презентации, а после защитили их перед соперниками и членами жюри. Оппоненты засыпали друг друга вопросами, но каждая команда убедительно представляла свои решения и отстаивала их в научной дискуссии. Турнир юных физиков, который проходит в Новом Уренгое не первый год – отличный шанс испытать себя. В интеллектуальном поединке принимают участие две смешанные команды – это учащиеся 9-11 классов. Их задача – выбрать три из 25 заданий, провести исследования, сделать презентацию, написать проект и защитить его. Все задачи построены на темах, которые изучают в школе, начиная с 9 класса. Тем не менее, эти задания требуют так или иначе проявить недюжую смекалку, сноровку и определенные навыки проведения исследований. Исследовательская и экспериментальная деятельность. Поэтому, с одной стороны, это подготовка небольшая для тех, кто планирует связать свою жизнь в дальнейшем с физикой и исследованиями. С другой стороны, тоже вполне себе интересно с точки зрения личностного развития какого-то исследователя. Одна из участниц – учащаяся средней школы номер 3 Полина Барышникова. Когда девушка узнала, что ее одноклассники будут участвовать в коллективном состязании, присоединилась к ним, не раздумывая. Полина мечтает стать авиационным инженером. Поэтому турнир – отличный шанс проверить свои знания. Физика – это мой любимый предмет. Я хочу с ним связать свою дальнейшую жизнь. А почему именно турнир юных физиков? Потому что именно этот турнир нам дает некий толчок для достижения новых знаний. Я ожидаю турнира победы нашей команды, конечно же, и получить некие новые знания в ораторском искусстве. Владимир Зольников окончил школу в прошлом году. Сейчас он учится в МГТУ имени Баумана. Будет проектировщиком ракетных и авиационных двигателей. В турнире юных физиков он участвовал два года подряд. В 10-м классе только пробовал свои силы, а в 11-м пришел, чтобы победить. И победил. Занял первое место в индивидуальном зачете. Сейчас, приехав в город на каникулы, не смог пропустить турнир, хотя присутствует здесь в роли зрителя. Это было недостаточно сложно, потому что, если нравится какой-то предмет, то все выдается достаточно просто. Главное усердно трудиться. Это интерес. Мне нравится физика как предмет. И в данном мероприятии поднимаются разные физические вопросы, которые, мне кажется, интересны любому возрасту. Да, я закончил эту школу, но до сих пор хочу сюда приходить, разговаривать со старыми учителями. Борьба оказалась напряженной. Участники турнира не хотели уступать друг другу. Но, тем не менее, победителями стала команда третьей школы. А вот в индивидуальном зачете первое место занял ученик средней школы номер 17. Но самая дорогая награда – полученные знания и опыт. Мария Федорчук, Николай Александров. Служба новостей «Импульс». Городоначальник Андрей Воронов вместе со своей командой проинспектировал городские снежные горки. На их качество поступает много жалоб в социальных сетях. Родители утверждают, эти снежные сооружения сделаны некачественно и для детей небезопасны. Андрей Воронов провел личный тест-драйв объектов, отметив, что у него есть много вопросов к технологии строительства таких горок. С подробностями Юлия Шаркова. Дымка от крепкого мороза и густой пар изо рта. Детей на улицах в такую погоду, конечно, нет. Но глава города Андрей Воронов все же решил проверить качество снежных горок. Причина – жалобы, которые поступают в социальных сетях. Родители пишут, горки некачественные и, к тому же, не скользкие. Городоначальник убедился в этом лично. Горка вблизи дома 15 по улице Молодежная появилась в этом году впервые. Тем не менее, технология ее сооружения такая же, как и у остальных. Это спрессованный снег. Точно такие же снежные конструкции построены у полярной совы и в парке «Дружба». Первый заместитель главы города Виктор Пузанов тоже устроил небольшой тест-драйв. Правда, и он далеко не уехал. Возможно, свои скользящие свойства горка потеряла из-за крепкого мороза. Тут же были высказаны предложения, как можно усовершенствовать подобную конструкцию. Может быть, все-таки посмотреть какие-то разборные вещи более капитального характера? Вот, смотрели, да. Вот у нас склее на скользкую область. Она многоразового использования? Да. Там 3-4 года она влечит. Там скрытые детали крепления, как мебель. Вот на это надо и переходить. Горка-конструктор с основанием, которое можно собрать, а уже поверху уложить снег и залить. По мнению главы, такая конструкция – оптимальный вариант для детских зимних площадок. Горки, к сожалению, мы сегодня увидели. Это не горки, это такие снежные тучи с какими-то деревянными ограждениями. Будем от этого подхода уходить. И уже дал поручение с этого года готовиться к нормальным конструкциям, которые модульные, сборные, которые легко собрать, увезти, в летний период похоронить. И самое главное, чтобы эти горки были безопасными. Встретился глава города и с жительницей Нового Уренгоя. Ирина Сидикова рассказала, что ей и ее детям неизвестно, скользкая ли горка, которая располагается в районе домов «Оптимистов-2.2» и «2.3». Ее построили на открытой местности в относительной близости от жилых домов. Но участок постоянно заметает снегом, и к горке попросту не пробраться. Эту горку переделать и сделать здесь. Где бы вы видите ее? Хочу поближе туда, и чтобы туда было. Нет, ну чтобы хотя бы просто было удобно к ней подойти. Андрей Воронов пообещал перенести горку поближе к домам, не дожидаясь следующей зимы. Для галочки горку, которую поставили у «Оптимистов», ну это на самом деле безобразие. Мы не должны работать по формальному признаку, а должны ориентироваться на мнение людей. Горки, которые попали в поле зрения главы, мы посетили и на следующий день, когда температура воздуха стала выше. Детям на специальных ледянках прокатиться с них в принципе возможно. Тем не менее, в ближайшие дни конструкции вновь зальют водой, чтобы они, как и полагается зимним горкам, были скользкими и дарили детям веселье. Юлия Шаркова, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс». В городе готовят помещение для молодежного патриотического центра. Он откроется по адресу микрорайон «Строители 55» и станет местом объединения всех новоуренгойских военно-патриотических клубов. Сейчас здесь полным ходом идут отделочные работы. Сразу после ремонта здесь расположатся две организации – «Вымпел Ямал» и «Молодежный ресурсный центр». Подробнее расскажет Галина Гладких. Готовность будущего центра оценили глава города Андрей Воронов и представитель губернатора Наталья Рябченко. Пока здесь строительная пыль, провода и местами белые стены. Но уже в скором времени пространство молодежного клуба объединит единая цветовая гамма. А каждое помещение дополнит оборудование в соответствии с его функционалом. На площади в 412 квадратных метров расположится несколько зон. Так называемая «велком-зона», включающая в себя гардеробную и холл. Зал для занятий по физической подготовке оснастят тренажерами, на которых сможет заниматься молодежь. Многофункциональный зал предназначен для занятий по начальной, военной и строевой подготовке. А еще будет оборудована зона для игры в дартс, тир и киберпространство. В одном из самых больших помещений разместится музей. Экспонатов за годы работы в «Импел Ямала» и молодежного ресурсного центра накопилось предостаточно. Также здесь запланирован вместительный конференц-зал, где будут проходить различные мероприятия. Новое помещение станет доступным для всех желающих, включая маломобильные категории граждан. Для них планируется создать соответствующие условия. Уникальность проекта в том, что в его разработке участвовали как профессионалы, так и творческая молодежь. В нашу рабочую группу входили представители молодежи, представители молодежной политики. Как наше, это управление молодежной политики, так и окружной департамент. И, соответственно, были высказаны пожелания. Начинали буквально даже с цветовых акцентов, москов. Приняли концепцию, как мы будем ее оформлять, какой должен быть стиль. И все это наложили, в принципе, на дизайн проекта. Помощь в приобретении помещения под центр «Ямал Патриот» оказал губернатор округа Дмитрий Артюхов. Все отделочные работы проводятся за счет окружных и городских средств. Сразу после окончания ремонта сюда переедут специалисты молодежного ресурсного центра и центра «Вымпел Ямал». На данном этапе мы бы хотели здесь сконцентрировать все возможности и условия для организации работы и деятельности не только молодежного ресурсного центра и нашей организации, но и других патриотических клубов города. Причем мы не говорим только про военную патриотику. Это могут быть и гражданско-патриотические объединения, это могут быть и духовно-нравственные какие-то сообщества. Патриотический центр расположился по адресу микрорайон строителей 55. Ожидается, что в сентябре текущего года он распахнет свои двери для посетителей. Галина Гладких, Богдан Жиделев, служба новостей «Импульс». В Доме творчества и туризма юных «Дружба» реализуется проект, ставший призером окружного гранта. Путешествуя вслед за солнцем в течение года, детсадовцы и школьники узнают о русской культуре и ее обычаях наглядно. Для этого в образовательном учреждении созданы пять дворов, в которых дети могут прикоснуться к истории, традициям и быту русского народа. По условиям проекта знакомство происходит за четыре сезона. Сейчас в этнодеревне Кологот зима. Галина Гладких продолжит тему. Она считается как обереговая кукла. Своей хозяйке она приносила задор и забирала как печаль, когда ей рассказывали о своих каких-то переживаниях. Мастер-класс по изготовлению народной куклы ребята получили в одноименном дворе. В старину долгими зимними вечерами хозяйки делали подобные обереги для дома, а также мастерили игрушки для забавы детей. Об этих традициях посетителям рассказали сотрудники этнографического музея «Русская изба». А еще научили ребят делать талисманы своими руками. Это один из этапов реализации проекта «Этнодеревня Кологот. Путешествие за солнцем. Центр возрождения русской культуры». В прошлом году он занял третье место в окружном конкурсе и получил грантовую поддержку в полмиллиона рублей. «Проект делится на четыре сезона образовательных. Это зима, весна, лето, осень. Сейчас у нас идет второй образовательный сезон. Это зима. У нас построена работа по дворам. Двор народного быта и уклада жизни, двор народных ремесел, двор народной куклы, двор народных праздников, двор народной игры. Сегодня вы как раз попали у нас на двор народного быта и двор народной куклы». «Отюк! Вот же он!» «Правильно, вот он утюк. Смотрите, какой он. Вот такими утюгами раньше гладили одежды». Во дворе народного быта дети в игровой форме узнали о повседневных вещах, которые в старину были незаменимы в хозяйстве. Познакомились с самоваром, коромыслом и прочими атрибутами русской избы. Специалисты отмечают, сам процесс игры позволяет детям почувствовать себя частью истории. Кстати, данный проект ранее становился призером городского конкурса. В общей сумме из двух бюджетов на реализацию он получил миллион двести тысяч рублей. На выделенные средства были закуплены костюмы, ростовые куклы и аппаратура. Все элементы сейчас активно используются в дополнительном образовании детей. Галина Гладких, Богдан Жиделев, служба новостей «Импульс». Отличная новость для всех, кто соскучился по театральным постановкам. Во Дворце культуры «Октябрь» возобновляют показ спектаклей, которые ранее из-за пандемии были переведены в онлайн-пространство. Так, например, артисты планируют вновь запустить интерактивные постановки для детей «Муха-Цыкатуха» и «Приключения круассана». Также зрители смогут вживую увидеть добрую северную сказку, подготовленную к 90-летию округа, легендой ямальской земли, волшебная история о буренгойских школьниках и ненецких детях. Первый офлайн-показ состоится 20 февраля. Зритель, находящийся в зале, он непосредственный участник действия, которое происходит на сцене. То есть, если у нас герои ловят рыбу, значит, мы с детьми тоже в зале ловим рыбу. Мы спасаем зверей, мы спасаем птиц и защищаем свой любимый Ямал. И, наверное, что немаловажно, конечно же, артисты, чувствуя зрительный зал, чувствуя поддержку, аплодисменты, будут работать с полной самоотдачей. И мы очень соскучились по зрителям. Такой эта неделя запомнилась журналистам «Импульса». Встретимся через 7 дней, также в 16.10. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok